здравствуйте любители l2r продолжаем разбирать вчерашнее обновление и сегодня мы поговорим это вторая часть видео поговорим про испытания гранд кайна про систему элементов но или другими словами обычным просто про новые башни вот следовательно давайте начнем насчет систем элементов нас добавили вот такой вот вещь интересно выбирается через персонажа и вот есть стихии давали 4 новых стихии прокачиваются камнями камни брать позже поговорим откуда значит у нас есть четыре стихии до падения искушения бездна пустота вот и все можно прокачивать по меру того как вы будете прокачивать вы также будете получать бм дополнительные эффекты у вас будет расти стихии и четко завязаны на новых башнях следовательно давайте мы сразу перейдем эти башни так да все правильно открыл значит испытание гранд кайна и так каждый отчетный период но это подозреваю наверное там ресет когда-то будет середине недели наверно у нас обновление было получается среду наверное ресет будет хотя тут наверно описано смотреть так не вижу когда ресет ну суть в том то что значит вы должны у вас есть отчетный период не вы должны но видимо в игре где-то об этом можно будет смотреть написано где-то будет я уже выбрал я вот что-то могу визуально найти где у меня идет отчет вот это видел что меня три дня оставалось но суть в том то что вы выбираете одну башню на отчетный период и вы ее проходите чтобы поменять эту башню вот у вас 4 башни в облакам вот чтобы поменять здесь есть специальный билет он донатный то есть если вы например устали одну башню проходить переключиться на другую начинать проходить другую у вас в той башни прогресс сохраняется вы начинаете проходить другую поменялись донат билет также есть центральная башня тут нет атрибутов никаких никаких стихий нее можно проходить любой момент вот Ну там, кстати, я вчера пробовал зайти, чтобы какие-то там жесткие боссы. Ну там надо, конечно, побегать, мне чуть лень было, и у меня зашли, что-то шотли, я так подумал, да ну его нафиг, попозже зайду. Вот. Дальше, значит, вот мы выбрали, к примеру, башню падения. Я ее вчера начал проходить. Вот, у меня вот тут уже сколько-то пройдено этажей. Давайте мы сейчас разберем, значит, что вообще нас ожидает. Как только мы попадаем непосредственно в саму башню, во-первых, там нельзя поменять внутри саб-класс, то есть вам нужно знать, каким самым вы туда идете. Ну это, в принципе, то же самое, как было с обычной башней герзостью. Дальше, значит, у вас в этой башне работают бонусы испытаний. Давайте разберем их, что это такое. Значит, у нас, значит, изначально открыто три ячейки. Я еще одну открыл за красные. И можно еще две открыть, здесь тоже потратив в сумме 1600 красных, можно еще открыть две. Кстати, сразу обращу внимание, что у вас, так как идет текущий период, как только вы, ну, период закончится, он автоматически закончится в игре, у вас три ячейки, вот эти снова закроются. То есть нужно понимать, вы красные тратите, как бы, и вам на следующей, ну, как получается, на следующем периоде, на следующей неделе, там, когда он у вас начнется, опять нужно будет красные тратить, чтобы эти ячейки открыть. Поэтому тут надо подходить с умом к этому делу. Если вы, как бы, решили проходить башню, то надо, как бы, максимально ее по максимуму пройти, вот, по-хорошему полностью ее, конечно, пройти. У нас уже есть в клане люди, которые все 50 этажей в одной башне прошли. Вот. Вот. Потому что иначе просто будет зря в красные потратите. Вот. Дальше, по поводу бонусов. Разберем, значит, бонусы. Значит, у нас, получается, здесь можно выбирать бонусы. Вот мы когда нажимаем, допустим, тут можно либо автоматически, он вас выберет, вот написано, какие здесь могут выпасть бонусы. Они падают рандомно. То есть, вы можете, например, нажать смену. Вот я могу в этой ячейке 10 раз еще протыркать и что-то себе получше накрутить. Потому что сейчас у меня такое себе накручено. Ашный бонус. Вот. А можно здесь он выкрутить вплоть до юэрного. И он, конечно, дает сильный буст. Например, вот юэрн дает повышение, к примеру, атаки на 20%. Плюс его еще можно будет прокачать. Это мы сейчас об этом тоже поговорим. То есть, понятно. Дальше, значит, у нас есть... Ну, вот еще я сейчас тыркну правый бонус. А потом еще поговорим про отряды резерва. То же самое. Здесь можете открыть, посмотреть, где-то видите на защиту. То есть, можно, например, выкрутить себе хорошую защиту. Либо там повышение хп себе, например, можно выкрутить. Либо скорость атаки. Но суть в том, что это рандом. То есть, вы тыркнули эту ячейку, начинаете делать там смену, либо автовыбор. И суть в том, что выпадет, либо не выпадет. Сами понимаете. Хотя тут есть вот выкрутить себе, например, хп, и это будет очень полезно. Вот. И у нас центральный бонус. Он БВ-поддержка. Здесь можно себе выкрутить отряд резерва. Сейчас объясню, что это. Значит, у нас можно с собой в битву брать двух NPC-шек. По умолчанию у нас доступны вот таких вот четыре бомжа, так называемых беленьких. Вот. Вы можете одного из них себе выбрать и экипировать в ячейку. Также у нас есть, например, элитные и геройские помощники. Они действительно мощные, они реально помогают. Они, например, отвлекают на себя главного босса, пока вы его ковыряете и так далее. Но изначально они у вас недоступны вообще. То есть, ни элитных, ни геройских. У вас их нет. Вот. И, следовательно, чтобы его, как бы, получить, то у нас, где мы возвращаемся обратно в защиту Гранд Крайна, у нас здесь есть, к примеру, вот у меня вот есть боевая поддержка. Вот я себе тут накрутил Камаэля. Вот. Получается, он у меня есть. Но можно перекрутить и себе выкрутить получше. Например, вот они, вот у нас пошлют эти вот геройские, да, вот тут Номка есть. Вот. Нельфинька. То есть, можно получше накрутить. Опять же-таки, тоже у нас это все крутится. Вот. Повезет, не повезет. И вот в этой ячейке тоже можно себе накрутить, как бы, второго помощника. Ну, давайте попробуем сейчас, например, смену нажму. Например, мы попробуем. Звук что-нибудь повезет. Так. Крылышко какое-то выпало. Нет, это я не хочу. Я хочу себе все-таки, чтобы мне герой его не попался. Опять крылышко, еще и бэшное. Вот. Попался герой. Ты смотри. И вот, смотрите, мы переходим в отряд. Выбираем, получается, у нас... Это у нас кто он? Сейчас мне бы найти бы его. Вот так вот. И вот у меня, получается, есть два помощника. Один у меня, получается, героически, другой элитный. Можно попробовать себе второго накрутить. Сейчас мы вернемся. Защиту. То есть у меня здесь накручен камоэль. Ну, вот здесь вот как бы крутить сложнее, потому что здесь гораздо больше, видите, как бы, чего может выпасть. Вот в чем, как бы, вопрос. Ну, плюс у меня тут совсем хреновенькие у меня статы. Давайте мы... Ну, не статы, а вот эти вот эффекты. Давайте мы их тоже поменяем. Давайте мы сейчас нажмем смену. Может быть, что-нибудь получится себе накрутить. Так, эсная, что это нам дало? Давайте почитаем. Так, повышение защиты отрядов резерва. Ну, такое. То есть отряд резервов, мои два NPC-шки будут дохнуть меньше, по идее. Ну, что-то... Ну, не знаю. Ладно, пока оставим, потому что эсная. И тут ашная у нас еще. Давайте тоже покрутим, поменяем на что-нибудь. О, эсерный. Так, урон обычных умений 28%. Нормально, потому что я хожу сырком туда. И давайте мы сразу прокачаем за Адену. И посмотрим, сколько у меня будет сейчас урон. Будем луком наваливать. 36% если выкрутил. Так, этих мы повысить не можем. И защиту мы можем... Ну, давайте, ладно, повышаем защиту. NPC-шек. В принципе, такой расклад. И попробуем что-нибудь пройти. Итого. Значит, получается у нас сейчас будет два героя. У нас будет повышена атака урона. Вернее, от обычных умений. И, соответственно, повышена защита от моих этих двух NPC-шек. Значит, отряды резервы у меня установлены. Так. Тут еще важный момент. Так как у меня выбрана башня. Вот эта вот левая справа. У нее, помимо того, что у нее атрибут падения, у нее еще атрибут разрушения. То есть, это нежить. Соответственно, у меня сейчас персонаж... Я его нарядил полностью в сет понежити. Вот. Ну, в принципе, на самом деле, если вы Юрки, если руки там надо, то можете попробовать и вообще там в пвп-шном сети пойти. Там либо перчатки пвп-шные оставить. Ну, главное, пушка понежити не выбирайте. Вот. Чтобы БМ побольше было. Это я вот почему. Дальше, соответственно, у меня там вроде мага была. Да, 5 минут еще есть. Так, соответственно, клон баф. Клан баф обязательно взять. Возьмем клон баф на все. Так. Ну что, попробуем пройти. Так. Ну и поехали. Значит, нажимаем вход. Это у нас Триша. Банки большие забыл поставить. Ну, собственно, вот я и 60% уже снял. Блин, еще и скилы не те. Надо было хилку лучше поставить сюда. Оп, вот, ладно, все поменяем. Ладно, попробуем сейчас выжить. Оп. Тут вот пошли гробы. Меня тут бьют со всех сторон. Так. Попробуем, выворачиваемся. Ай-ай-ай. Беда-беда. Так. Ну, кстати, у меня хп нормально. Так почти 4 миллиона. Так. Сейчас мы от нее побегаем немного. Она больно бьет. Еще и скилы не те. Да, что-то я немножко неправильно подготовился. У меня стоит повышение критерона. Хотя надо было стан поставить. Стан, попробуем просто ее поковыряем пока. Ждем, пока ульта откатится. Ай, вот это больно бьет. Отбежать, отбежать. Так. Так. Мне, в принципе, ее нормально, смотри, ковыряет. Он там камил стоит и ее бьет. А вот торчит куда-то он куда-то делся. Походу, наверное, откинулся. Так, все, опять пошли вот эти стадии дамага. Я надеюсь, сейчас ее добью с ульты. Сейчас мы вот это подождем. Ну, в общем, суть еще в том, что что я забыл. Первое. Банки большие. В общем, выручают. Второе. Не те скилы поставил. Потому что по-хорошему, все-таки, вот я килку поменял, успел. Вот. Но надо еще, конечно, поменять, поставить стан. Потому что я его сейчас успею. Так, ладно, нет, летит она ко мне. Давайте мы сейчас споримся. Все. Победил. И теперь давайте смотреть, что нам дают. Сейчас поговорим про награды, про магазин специальный. Значит, вот нам что дают. Наград за прохождение. Вот она показывается. Ее дают один раз. Наград за прохождение. То есть вы прошли, получили. А, нет, вру. Нет, ее дают постоянно. Но вот первые награды. Вот мне дали тут много камней. Эти камни я, в принципе, уже могу куда-нибудь закинуть. Вот видите, я этими камнями сейчас поднимаю тут атаку защиту. Ну, поднял. И вот мне, кстати, не хватает немного, чтобы получить еще побольше эффектов. Вот у меня уже шестой уровень. Можно седьмой сделать. Вот. Ну и теперь я могу, собственно говоря, либо уйти, либо к следующему этапу. Я, в принципе, вчера много раз сюда заходил, перезаходил, там что-то менял. И в итоге есть что-то. Я не нашел никаких ограничений. То есть у меня башня выбрана, но у меня идет период. То есть в отличие от той же самой башни дерзости, да, где вы, допустим, зафейлились. И у вас там три раза вы зафейлились, а дальше там за красный и так далее. Тут что-то я такого не нашел. Похоже, наверное, можно спокойно проходить ее до Талова. Пока у вас, собственно говоря, есть отчетный период, пока вы вот эти вот потратили там мячейки, вот эти все накрутили себе, вот этих всех выставили себе защиту. Вот. Но я, наверное, еще перекручу, потому что, наверное, все-таки... Хотя, я не знаю, КМЛ, конечно, она у меня как-то жила, а вот этот что-то куда-то делся у меня, ты не поймешь. Вот. Значит, суть в том то, что, значит, камни я получил, стихию я еще подкачал. И дальше я, помимо камня, я еще получил такие вот монетки специальные. Давайте мы сейчас в обычный магазин зайдем. Значит, тут есть магазин поли-битвы новой. И вот внизу есть у нас магазин Гран Кайна. И видите, здесь, в принципе, за каждый этаж дают всего по одной монетке, на самом деле. Ну, мне кажется, там, наверное, после того, как вы закончите отчетный период, у вас в бутнике рейтинг, вы получите какую-то, наверное, скорее всего, награду еще одну. И сразу давайте раз затронули по поводу отчетного периода. Что произойдет, когда, собственно, закончится отчетный период? Значит, наступает новый отчетный период. Предыдущую башню вы сможете, и она фиксируется. То есть, сколько вы этажей прошли, но, допустим, вот как написано на форуме, если вы прошли, допустим, к примеру, 20 этажей, то дальше вы эту башню, вы можете пройти ее на авто, но проходить ее дальше вы начинаете с 17 этажа. То есть, с 3 этажа вы откидываетесь. Здесь минус 3 этажа. Ну, это прямо так на форуме написано. Вот. Либо же, когда начнется новый отчетный период, если вы предыдущую башню полностью прошли, вы можете просто выбрать новую башню и начать ее проходить. Какие тут могут быть советы? У меня были трудности только в самые, наверное, первых два раза, потому что пока я привык к этому боссу, да, надо вот все 50 этажей, все 50 этажей нужно убить Тришу. Вот. И, по сути, нужно понять, как она бьет, какие у нее скиллы, какие у нее тайминги. И самые первые, когда вы только идете на первый этаж, у вас, собственно, вообще стихия нулевая. У вас ее нет. И бьет она больно довольно-таки. Поэтому, соответственно, почему я одет во всем понежике, потому что там нежики, и более-менее нормально хотя бы можно держать удар, хотя бы тебя не шатают. Вот. Соответственно, дальше пошло легче, потому что каждый этаж начал проходить, и начали больше и больше и больше давать этих камней. Камнями я начал закидывать атаку защиту, там на остатке начал закидывать остальные скиллы. Ну вот можно, кстати, посмотреть, это всегда доступно. Это через персонажа, стихии. Вот. И вот тут видите точность и так далее. Вот. Кстати, вот там вот рекомендуют, прям на форум написано, рекомендуют почему качать точность, хотя вот написано, что... 80% доп. точность при атаке на монстровские падения. Ну, хз. В общем, у нас то проходит, все качают атаку защиту, и как бы нормально себя чувствуют. Вот. Следовательно, видите, остальные у меня нулевые, потому что камни-то другие, и брать-то мне их неоткуда, потому что я выбрал башню падения, и я ее прохожу, и камни мне дают атаки. Да, еще важный момент. Камни можно перераспределять. Это абсолютно бесплатно, никаких тут не несет. в себе последствий. Этот рейтинг, который у вас эффект снихи, он никак на это перераспределение не влияет. Вы, как бы, камни вон на получили, занесли, и бонус у вас постоянный. Вот. Дальше, значит, что еще? Ну, по поводу магазина мы поговорили. Кстати, в этом магазине, обратите внимание, здесь у нас есть новый пояс. Пояс морозной брони. Вот. То есть, как бы, кто в этой... Ну, пояса делать полезно, все знают. Он меняет скиллы, соответственно, вот, собственно, где брать. И давайте мы еще раз поговорим. Значит, вернемся на наш экран по поводу вот этих испытаний. У нас есть центральная башня. Видите, здесь есть у нас... Хотя вот искушение написано, стоит, в принципе. Вроде атрибутов не должно быть. Может, дальше их не будет? Нет, атрибуты вроде все-таки есть. Ну, понятно. Надо, в общем, прокачивать постепенно все стихии и потом идти уже сюда. Первый у нас получается искушение. А у меня там что идет? Чуть я уже забыл название этих. Так. И... А у меня падение. Вот так вот. Надо было с искушения начинать. Ну, что ж. Ладно. Значит, в другой раз. Ну, эти башни, так понимаю, никуда от нас не денутся. Они как бы есть и будут. Вот. И, соответственно, можно проходить их, особо не торопиться. Так, сейчас посмотрю. Что-нибудь я еще тут учел-но учел. Так. Ну, этот просто параллельно открыл тут форум, на всякий случай. Ну, в принципе, все. Наверное. Потому что не вижу больше ничего такого важного. Ну, в общем, если остались вопросы, пишите в комментариях к этому видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok